Сегодня исполняется 91 год службе уполномоченных полиции. Милана Поварницына увидела, как проходят трудовые будни одного из молодых и подающих надежды кировских участковых Андрея Чернядева. Сергей, значит, в начальное время шума чтобы не было? От меня никакого шума нет. Я сплю за счет. А соседи-то на кого жалуются? А кто под ними жалует? Бабушка постоянно жалуется. У участкового, уполномоченного график работы понятие относительное. Бытовая или семейная проблема и Андрей Чернядев спешит на помощь. Дома ждут жена и дети, с которыми хочется побыть подольше. Но дело есть дело. На попечении Андрея жители 16 домов. Участковый старается быть не просто полицейским, но и психологом. А минусы в работе просто не замечать. Главное, что он нужен. Работа участковых связана в основном как раз именно с общением. С пожилыми гражданами общаемся, какие-то проблемы там, их все это помогаем. То есть, наверное, где-то вот в основном это помощь, помощь людям. Вот этот большой плюс. Именно поэтому, наверное, я и выбрал главную профессию. Андрей Чернядев в должности участкового 5 лет. Поначалу не хватало опыта, ведь участковый должен быть экспертом практически во всех направлениях деятельности органов внутренних дел. Он не только взаимодействует с населением, но и проводит дознания, выявляет и расследует преступления, занимается административной практикой. Теперь все тонкости профессии ему известны. Опыта не было, конечно, было сложно, но работаю ведь я не один. То есть, у нас коллектив, поддерживаем друг друга. То есть, более опытные товарищи всегда помогают и советам, и делам. 17 ноября 1923 года впервые была издана инструкция околоточному надзирателю. Так тогда именовалась профессия участкового. С этой даты и берет начало служба участковых уполномоченных полиции. Раньше в обязанности околоточного надзирателя входило оповещение населения о пожаре, слежение за порядком, например, чтобы ночью в окнах не горел свет. С тех пор менялись названия службы и функции околоточных. Но суть профессии не изменилась. Уполномоченные всегда рядом с населением. Сегодня на территории Кировской области трудится больше 500 участковых уполномоченных полиции. Они раскрывают каждое четвертое преступление в регионе. Хотелось бы в этот день поздравить участковых уполномоченных полиции, пользуясь таким случаем, пожелать им успехов в работе, поздравить ветеранов службы. Их тоже у нас немало, которые оказывают определенный вклад и помогают молодым сотрудникам, и участвуют именно в профилактике, в раскрытии преступлений. И поздравить семьи участковых уполномоченных полиции, пожелать им здоровья, успехов в работе. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.